С нами на связи Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг». Сергей, приветствуем вас. Слава Украине, слава вооруженным силам. Доброе утро, коллеги. Сергей, мы сейчас обязательно доброе утро поговорим о направлениях, поговорим то, о чем мы сейчас озвучивали из каждодневной сводки Генерального штаба вооруженных сил Украины. Но так как у нас все-таки главная тема, скажем так, тема, которую мы будем сегодня поднимать на протяжении всего дня и завтрашнего дня, это глобальный саммит мира в Швейцарии, понятное дело, что там в трех этих тезисах, которые будут главными, это три пункта из формулы и мира президента Украины, ядерная, продовольственная безопасность, возвращение украинских детей. Для кого-то здесь может показаться, что здесь нет военной составляющей, на самом деле она просекает насквозь все эти как раз три пункта. Я хочу вас спросить, как вы считаете, первые эти два дня, насколько все-таки могут приблизить Украину к тому, что военные действия агрессивной России будут остановлены? Видите ли вы перспективы этих двух дней в вопросе как раз возможного изменения ситуации на фронте? Ну, во-первых, впервые после того, как была разрушена мировая система безопасности в связи с агрессией Российской Федерации против Украины, сегодня впервые формируется, ну если не новый миропорядок в плане безопасности, сегодня формируется новая площадка, на которой как раз и будут рассматриваться и реализовываться, самое главное, конкретные шаги, потому чтобы мир стал безопаснее, а Россия прекратила агрессивную войну против Украины. Форум имеет громадное значение, и это подчеркивает том числе и действия Российской Федерации, которая вместе со своими союзниками по оси зла, вместе с Китаем, который пытается усидеть на двух стульях, ну фактически пытались сорвать этот саммит мира, они прилагали максимум усилий, и мы прекрасно понимаем, что, например, не хотел вспоминать, но придется вспомнить вчерашнее выступление бункерного фюрера, как раз и было направлено на то, чтобы в последний уже момент попытаться вот этой московской торпедой сорвать этот саммит, показать, что речь идет совершенно о другом, и этот форум мира, он ни к чему не приведет. Поэтому звучали вот эти фактически ультиматумы в отношении Украины и наших союзников, но, как видим, страны-партнеры, страны-союзники. Ну и самое главное, Украина, конечно же, не ведется на такие выступления. Нам удалось отбить, на мой взгляд, вот эту информационную, очень сложную атаку врага, и надеюсь, что вот та площадка, которую я сказал в начале, она действительно будет сформирована, ведь это только первые шаги к тому, чтобы Украина получила и весь мир получил справедливое окончание этой войны, справедливый мир для того, чтобы Россия капитулировала, чтобы Россия проиграла, ведь это единственный сегодня способ, чтобы в мире была сформирована новая система безопасности, и самое главное, чтобы в центре Европы перестали стрелять, перестали гибнуть люди, и, соответственно, Россия в том числе понесла заслуженное наказание. Поэтому чрезвычайно важное значение придают страны мира этому саммиту, но для Украины это, еще раз скажу, это очень важный шаг для того, чтобы мы пришли к тому, о чем мечтаем, к нашей победе и к миру. И также, Сергей, вот вы вспомнили выступление Путина, вчерашние его ультиматумы. Меня, честно говоря, также очень сильно впечатлили атаки воздушные, которым подвергли россияне Украину вчера. Если вы действительно стремитесь к миру, то зачем делать это прямо накануне глобальной встречи на эту тему? Как вы думаете, это связано было? Вот именно вчерашняя атака по Киеву, мы все знаем, весь день были тревоги, воздушные тревоги. Как вы думаете? Однозначно связано, потому что вчера пытались и тревогами, и ракетными атаками, шахедными атаками по всей стране поднять вот этот градус напряжения и показать, давайте мы все это закончим, но только пойдете на те условия, которые оглашены. Поэтому я думаю, что вполне вероятно, враг будет пытаться сегодня делать то же самое и завтра. И вот эта агония, она сегодня, ну, по крайней мере, признаки этой агонии со стороны Российской Федерации, они прослеживаются. Ведь все те пункты, которые были озвучены Кремлем, они показывают, насколько больно России. И от санкций в том числе. Пусть и не сегодня, к сожалению, даже не все еще задействованы, но тем не менее те, которые есть, работают, и те, которые были введены буквально за несколько часов, в том числе до выступления Путина. Ситуация на фронте. Несмотря на то, что у врага есть сегодня инициатива, и он максимально прикладывает усилия для того, чтобы атаковать по всем, без исключения направлениям, мы видим, насколько болезненно для экономики России, насколько болезненно для разных социальных слоев Российской Федерации. Об этом просто не говорят. Этого не показывают. Даются вот эти санкции, дается эта война в целом, то, понятное дело, что риторика была вот именно такой. И если кто-то говорит о том, что вчера увидели нелегитимного российского президента, который был сильным, который угрожал, который пугал мир, я думаю, что все как раз наоборот. Вчера мы увидели того самого питерского гопника из Подворотни, который, как говорят в Одессе, я прошу прощения за это сравнение, но оно очень уместно, на мой взгляд, который решил понтануться, то в Одессе тоже говорят, хороший понт дороже денег. Так вот, хороший понт у Путина не получился. Ни политический, ни военный. И мы видели человека, вернее, нелюдя, который пытался всех испугать, но при этом боится сам. И это очевидно. И вот эти угрозы, и выступления потом, и комментарии представителей так называемой команды Путина, они говорят о том, что это страх. Это страх перед тем, что именно на этом саммите мира удастся сделать то, что не удавалось сделать за эти практически два с половиной года полномасштабного отражения России в Украину. Я уже сказал, сформировать площадку для движения вперед, и самое главное, определить уже эти красные линии для Путина, которые он пытался перейти, перешел, но сегодня его загоняют за эти флажки. И я думаю, что очень сложный путь нам придется пройти, но тем не менее уже основы сегодня будут заложены. И вы знаете, когда один из представителей Госдумы Российской Федерации, я даже не буду называть его фамилию, сказал, что это были последние мирные предложения Путина, абсолютно верно говорите, и при этом обстреливаются на протяжении дня украинские города, бомбят наши города, населенные пункты, и следующим будет ультиматум. Да, будет ультиматум только с нашей стороны, со стороны наших союзников, и мир будет справедливым для Украины. Да, Сергей, это очень важно, и важно понимать, что в эти дни, когда в красивом курортном городе, в центре Швейцарии весь цивилизованный мир ищет выход, ищет пути усмирения агрессора, наши отважные воины, герои продолжают бороться на фронте. Сейчас самое главное направление Покровск, об этом мы все знаем, говорим, генеральный штаб не скрывает этого. Ваши комментарии, чего там хочет враг, чего они добиваются. Некоторые эксперты говорят, что, знаете, как называть, выровнять линию фронта. Но что думаете вы об этом? И, конечно, что на ваших направлениях, там, где вы находитесь, на юге страны, что происходит в эти дни? Я уже сказал о том, что враг пытается сегодня атаковать по всей линии фронта. Если мы говорим о Харькове, то враг предпринимает попытки продвинуться на северо-востоке этого города. Да, с нашей стороны контр-атакующие действия, есть улучшение определенных позиций, есть определенные новости с позитивом, в том числе не буду спешить, потому что бой еще продолжается. Это как раз по харьковскому направлению. Враг пытается атаковать со стороны населенного пункта Левцы. То есть это те направления, которые были определены врагом для так называемой Харьковской наступательной операции, которая захлебнулась и которая у врага не получилась. Ну а так и продолжается. Если говорим о Донецкой операционной зоне, абсолютно верно, направление Покровской. К сожалению, инициатива сегодня на стороне врага. Однако максимально сегодня на мужестве, на отваге, на умелых действиях, на профессионализме нашим воинам удается максимально сдерживать попытки у врага продвигаться, хотя есть определенные тактические успехи. Очень сложно на угледарском направлении в том числе. Цель врага, она очевидна, выйти на оперативный, так называемый оперативный простор, в частности, по Донецкому оперативному операционному району и действительно попытаться выровнять ту линию фронта, о которой мы говорим. И, собственно, вот эту мысль подчеркивает и подтверждает действия врага на юге нашей страны, потому что если говорим во Запорожском направлении, враг пытается очень активно, чрезвычайно активно действовать на так называемом Временском выступе, это Старомайорская, пытается там продвигаться, у него, к сожалению, там тоже есть определенные тактические успехи. По работе на, пока ни влево, ни вправо, серая зона, огневой контроль артиллерии с нашей стороны, но бои тоже довольно-таки интенсивные. Вот как раз район Старомайорского урожайное. Ну и, собственно, по Херсонскому направлению определенные действия враг тоже предпринимает, пытается атаковать со стороны Олешек на нашей плацдарме, которая находится на левом берегу. Пока нашим воинам удается отбивать эти атаки, ну и было предпринято несколько попыток атаковать, в том числе, Днепровские острова, для того, чтобы контролировать сам Днепр, контролировать перемещение логистики, личного состава на Днепре, пока у врага точно там ничего не получается. Все его попытки заканчиваются тем, что вот эти диверсионно-разведывательные группы, небольшие десанты, они все идут на дно. То есть ситуация чрезвычайно напряженная по всей линии фронта. Очень активно враг использует, в том числе, авиационную составляющую. Максимально усиливал и усиливает сегодня давление как раз, в том числе, и это все связано с тем, что будет происходить сегодня, и завтра в Швейцарии. Поэтому я никогда не говорю о политике, что мы держим кулачки, но, наверное, в этот раз придется сказать именно так и поблагодарить наших защитников, наших побратимов за сложнейшую работу, которую они сегодня выполняют. Именно они обеспечивают сегодня фундамент вот той площадки новой системы безопасности в мире, которая, дай Боже, будет сформирована в Швейцарии. Хотя бы заложены первые камушки, первый фундамент. Да, спасибо, Сергей, за этот комментарий. Действительно, будем следить и обязательно анализировать, что будут говорить, что будут говорить в кулуарах. Это очень важно. Наши корреспонденты будут работать в Швейцарии, поэтому будем иметь возможность в прямом эфире и напрямую увидеть и услышать все важные заявления. Но продолжение тех реалий, которые ныне происходят. Спасибо, что прокомментировали ситуацию на юге Украины, Херсонское направление, Донецкое направление, где действительно очень сложная и непростая ситуация. Также у нас Харьковское направление и Украине действительно удалось восстановить наступление армии Российской Федерации под Харьковом, хотя ситуация тоже непростая. Благодаря тому, что Украина и вооруженные силы Украины, силы обороны все-таки получили и возможности, и разрешение фактически бить по военным объектам на территории самой Российской Федерации, в частности, то, что прилегает и близко к самому Харькову и Харьковской области, это, скажем так, помогает сегодня. Ну и вот еще то, что помогает сегодня Украине, тоже хотелось бы с вами обсудить. Это новая информация. По меньшей мере, 70 беспилотников атаковали российский аэродром Морозовск ночь на 14 июня. Авиабаза расположена в 240 километрах от линии фронта. Об этом изданию Варзон сообщил руководитель Главного управления разведки и Минобороны Украины Кирилл Буданов. Аэродром в Ростовской области является базой для истребителей Су-34, Су-27. На снимках от Planet Labs видны повреждения покрытия ангара, расположенного на перроне техобслуживания. Глава Гур добавил, что сейчас идет оценка ущерба. Вот как раз продолжение, Сергей. Да, мы можем сделать логичный такой итог, что на самом деле это еще одно из тех звеньев, которые сегодня помогают вооруженным силам Украины и силам обороны Украины. Вот это на территории Российской Федерации, хотя, да, я не знаю, что-то были за неопознанные такие объекты, которые там летали, но все же это сегодня помогает силам обороны Украины. Однозначно, потому что это исчерпывает ресурс врага и если расширится зона не удивляйтесь сейчас специальной военной операции уже дальше туда на восток, в том числе и на территорию Ростовской области или Краснодарского края, конечно, это те усилия, которые сегодня предлагают все составляющие силы обороны. Это главное управление разведки, это служба безопасности, это вооруженные силы Украины. Мы видим, как вот эта буферная зона с нашей уже стороны будет создаваться, в том числе на территории Белгородской, Курской, Брянской народных республик, на территории Ростова, как я уже сказал, Краснодарского края, и мы видим, что такими усилиями враг вынужден отодвигать свою технику, свое вооружение. Если мы говорим о Морозовске, например, сегодня разная информация о том, что удалось повредить этим беспилотным аппаратам, верификация этих данных, она сегодня идет, идет до разведка, уточнения, речь может идти как минимум об одном уничтоженном самолете или пораженном самолете, который потребует очень серьезного ремонта, или о нескольких летальных аппаратах. В любом случае, эти самолеты, они исчезли с этого аэродрома. И таких примеров очень много. И, собственно, если изменится ситуация для нас с плюсом, она изменится, появятся наши F-16 в небе. Если наши ракеты большой дальности будут бить еще дальше, и это разрешение будет получено Украиной, мы не забываем о наших беспилотниках, которые уже долетают и до Татарстана, например, то, соответственно, все вот эти пазлы, они будут складываться в эту общую картину. Это все то, что будет помогать армии, все то, что будет помогать, естественно, фронту. Ну и те возобновления поставок вооружения, боеприпасов, которые сегодня идут на фронт и которые взбесили бункерного деда, понятно, что они повлияли на ход боевых действий. И удалось остановить и врага под Харьковом, и удается максимально сегодня сдерживать его на других направлениях. Спасибо, Сергей. Работы еще очень много и ситуация очень сложная. Спасибо вам огромное. Спасибо, что всегда с нами. Спасибо вам. Сергей Врачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был с нами на связи.